Всем привет! На связи Борис Соколов с сайта visasam.ru И давайте я вам расскажу, какая погода на Кипре летом. Стоит ли сюда ехать летом в июне, июле, августе? Ну, если коротко, погода на Кипре летом жаркая. Давайте сейчас поподробнее все расскажу. Да, не забудьте подписаться на наш канал. Кнопочка подписаться вот здесь. Здесь я вам буду давать видео, самое место событий, всю подробную информацию из разных стран. Смотрите, на Кипре самое классное летнее место для отдыха – это июнь. Погода где-то на Кипре в июне в среднем 30, 32, 34 градуса. Сразу скажу, почему я такой разброс даю. Допустим, в Пафосе обычная погода, он севернее находится, градуса на 2 меньше, чем в Ларнаке. А в Никосии, который находится в центре, в самом центре Кипра, где, допустим, нету моря, самая жаркая всегда погода. Вот смотрите, где-то в Ларнаке в это время среднее 32, 30, 32 днем. То есть комфортное для отдыха, допустим, в Пафосе, в Лимассоле, 27, 28. Температура воды 23-25 градусов. То есть это отличное время для отдыха, для купания. Нет еще изнуряющей жары, подходит для всех. То есть самый идеальный летний месяц, кстати. Я вот сейчас гуляю именно в Ларнаке. Значит, в Лайанапе где-то погода средняя между Пафосом и Ларнакой. То есть на градус похолоднее, чем в Ларнаке, и на градус поцеплее, чем в Пафосе. В июле месяце. Июль месяц уже достаточно жарко. Вот я сейчас иду в Ларнаке. Температура 34-35 градусов. Море прогревается до 26-27 градусов. Ну, следовательно, в Янапе где-то в Протарасе 32-33 средняя температура. В Пафосе в районе 32-32 градуса. То есть Пафос, Лимассол 30-32. Если ехать, допустим, вы боитесь жары, то можете ехать в Пафос, Лимассол. Просто люблю очень Ларнаку. Мне, в принципе, один из самых, наверное, мой любимый город на Кипре для отдыха. Летом на Кипре, когда днем жара, очень такой кайф покупаться в море, даже погулять. Вот где-то сейчас около 8 часов, вода обалденная. Вот, в августе, август самый-самый жаркий месяц. Даже киприоты уезжают в это время куда-то отдыхать. Ну, в горы, допустим, стараются куда-то выехать, за город, где тень. То есть даже киприоты пытаются найти место, где похолоднее. В Ларнаке температура может достигать 35-36, иногда днем 40 даже градусов. В Ларнаке, в Никосии, в Лимассоле, то есть в районе 35-36. И даже пафос, то есть 34-35 градусов. Температура моря прогревается до 29, море прям теплое, такое горячее, чтобы купаться. Поэтому самое лучшее время для отдыха – это июнь. Что делать, если вы, допустим, приехали летом отдыхать, летом классно отдыхать? Дам вам несколько советов. Во-первых, если вы хотели давно посетить Тродос, посмотрите. Тродос – это горный такой парк. Там горы, и моё видео даже есть. Горы, водопады. Летом водопад, конечно, уже не такой полноводный, как весной. Весной воды здесь больше. Но всё равно очень красиво. Ущелье, там всегда температура попрохладнее в горах. Там есть парохлада, там есть тень, там есть водопады очень прохладные, можете искупаться. Там 28 градусов летом держится. То есть даже в самые жаркие дни средней температуры, там 28-29 градусов, то есть в июле, в августе. Что ещё можете сделать? Например, поехать на дайвинг, если любите дайвинг под водой. Чем жарче, тем лучше, потому что под водой, когда долго плаваешь, замерзаешь, всегда плаваете. Ну, кто занимается дайвингом, меня поймёт. Плавайте в костюме. Если хотели дайвинг, можете попробовать. В Ларненке есть затонувший корабль «Зеноби», недалеко от Ларненке. Можете тоже заняться дайвингом. Ну и, конечно, несколько советов по одежде. Вот, смотрите, я вот сейчас хожу. Это хлопчатобумажная рубашка. В ней, во-первых, прохладнее, чем в футболке. Во-вторых, вы не сгорите. То есть, если у вас, кстати, пляж Ларнеки-Маккензи, я пришёл, вот он там расположен, сейчас пойду на него. То есть, вы не сгорите, и просто вам даже будет прохладней. Солнцезащитный крем обязательно, особенно в первые дни, чтобы у вас сам тоже, когда первые разы путешествовал, тоже на Кипр, приехал в Ларнеку, в первые дни не сгорели, у вас там не облазил нос, не горели плечи. Что, чтобы радовались, приехали на море обязательно, первые особенно, не солнцезащитный крем. И, смотрите, вот я сейчас как раз и вышел с утра. То есть, если есть возможность, идите на пляж. Вот с утра я просто не люблю рано встать, ну, хотя бы с 8, там, до 11, допустим, с 3 до 7. Вот многие отдыхающие, да и местные, некоторые купаются именно в это время. Такой кайф, вода обалденная. В самое жаркое время дома с кондиционером обязательно выбирайте отель, чтобы у вас был кондиционер. В принципе, на Кипре все отели, даже 2-3 звезды оборудованы кондиционером. Вот у нас отель 2 звезды, но кондиционер новый и классный. Вот пляж Ларнеки и Маккензи. Как раз на пляже, если что, находитесь в тени, лучше днем, вот, допустим, в каких-нибудь кафешечках, вот, видите, в тени посидите, не находитесь на пляже. Солнцезащитный крем, солнцезащитные очки и вот такая защитная одежда, чтобы вы не сгорели, а получили действительно много приятных впечатлений от отдыха на Кипре. Если вам нужна виза на Кипр, на Кипр для России, на электронные визы, можно оформиться онлайн за один день, обращайтесь к нам, услуга платная. Также мы помогаем с оформлением Cyprus Flight Pass, это сейчас обязательный документ. И на Кипр, да и во все, многие другие стран требуют заранее заполнять электронную анкету, вот, как бы, паспорт здоровья, паспорт, ковидный паспорт, его надо обязательно заполнять всем до вылета на Кипр. Если надо, также обращайтесь к нам, контакт нашего специалиста, Тамара занимается, вы найдете под этим видео. Ну все, с вами был Борис Соколов, сайт visitasam.ru Надеюсь, я рассказал вам об отдыхе на Кипре, когда лучше ехать летом, какая погода летом. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Да, еще вот как раз, в принципе, я люблю прогуляться, но выбирайте отель, лучше рядом с пляжем. Вот у нас, например, идти всего там 3-4 минуты, Sanremo отель, пока я это видео записываю, я почти дошел до пляжа. Если вам идти далеко, просто, ну, пожареете, не особо приятно. И чтобы у отеля, допустим, обязательно был кондиционер и бассейн. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!